так ладно привет всем секунду а и пока мои спискаются у меня возникла идея рассказать рассказать немножко о том как выглядит как выглядит гостиница или гостиничный комплекс в виде не простого здания с номерами а в виде называется резиденция это гостинин гостиничный комплекс от марриот в общем-то милое уютное местечко находится все это в сетле мы тут отдыхаем и я по пути решил сделать небольшое видео про это место потому что она достаточно интересное такое немножко нестандартно то есть я например именно в такого плана гостиницы никто не был как-то все выглядит здесь стоят небольшие такие домики на несколько на несколько номеров как бы там живут люди сейчас покажу как то устроено примерно внутри так тут где-то недалеко наш наш домик хотя я сейчас вспомнил я обманул я был так такого плана гостиницах но это было не северной америке поэтому там они были немножко другими здесь уже наш мы живем на втором этаже попытаюсь рассказать рассказать только все самое интересное и необычное хотя хотя нет я наверное расскажу все это может быть интересно и тем кто был подобного рода номерах и тем кто никогда не был например такое тем кто никогда не был гостиницы в северной америке они все очень похожи почти одинаковые и различаются только ценой и размером может быть там когда используемыми материалами там качеством чем-то таким во первых что нужно сказать это то что а здесь обычно нет какого-то центрального освещения все включается такими вот выключателями например сожглась лампочка нам надо включить лампочки где-то еще мы ищем другие выключатели здесь будут гореть лампочки на кухне всегда есть утюг всегда есть и гладильная доска это постельное белье для 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 этого дивана он раскладывается то есть если нужно кого-то уложить сюда раскладывается диван чтобы включить эту лампу надо здесь что не работает что интересно чтобы включить эту лампу нужно нажать здесь этот свет включается где-нибудь здесь эта лампа включается здесь у меня два включателя две лампы внутри включаем эту лампу да всегда есть может быть вы помните фильм день сурка всегда есть радио с часами которые и с будильником который можно включить послушать еще один встроенный шкаф да всегда есть шкаф вешалки специальные пакеты корзина для белья здесь есть своя прачечная куда можно отнести белье постирать климат контроль то есть во всех жилых помещениях в Северной Америке есть климат контроль где можно выставить температуру которая будет ее поддерживать кондиционером и печкой ну здесь обычная ванна туалет ванны в Северной Америке всегда гостиница всегда имеет вот такое приспособление это для людей с ограниченными возможностями облегчает пользование интересно что напор воды не регулируется регулируется только температура то есть одно устройство которое просто включает воду регулирует температуру ну закрывается все обычно двойной такой шторкой одна не промокаемая другая сохраняет тепло как бы ну и создает уют как это что ли а в этом номере интересно сделано интересно сделано 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 что помыть потому что здесь ковровое такое первый раз вижу чтобы умывание было с ковровым всегда есть фен в номере то есть то есть даже не смотрел он должен лежать что такое типа пена да ну там всякие знаете всякие штуки типа то есть на бумаге мне очень интересно зубных щеток и зубную пасту никогда не предлагают номера в канаде всегда есть библия в ящике но здесь по-моему ее здесь ее по-моему нет давайте посмотрим ап есть книга мормонов и библия все нормально так всегда есть система пожара тушения несколько систем которая разбрызгивает воду в случае проблем что еще интересного в маре я до этого уже останавливался у них всегда есть такие вот вещи в светильниках то есть розетки это очень удобно не надо искать розетки на стене или где-то еще так еще здесь есть кухня что очень удобно то есть можно вообще здесь жить и не покидать от номера никогда кроме бесплатных завтраков здесь своя посудомоечная машина свой хороший набор посуды стаканы какие-то тарелки фужеры что-то еще мы уже использовали много всегда есть кофейник набор кофе чай сахар разные там лайнеры для кофе микроволновая печь хорошая еще должна быть посуда да тут свои есть всякие кастрюли сковородки что-то еще ножи вилки ложки то есть можно все использовать это очень удобно если есть желание дома что-нибудь приготовить покушать такой вот обзор на гостиничный типичный номер кстати еще интересная деталь шторы здесь всегда открываются с такими штуками если это удобно можно открыть закрыть это тоже стандартная штука для всех штор гостиниц в северной Америке палочки чтобы не тянуться можно открывать закрывать шторы вот такой вот номер до этого я уже жил в марриот тот номер был он был не в residential то есть он был не в таком как бы в отдельном домике а в обычном здании гостиничном он был интереснее потому что там были всякие интересные вещи типа матового стекла или еще что-то и немножко мне кажется лучше дороже может быть потому что там например было джакузи а здесь такого нет здесь есть только бассейн на улице но там был бассейн и внутри еще в этом комплексе есть есть джим ну то есть место где можно заниматься спортом всякие тренажеры ну и все такое какие плюсы плюсы то что это все похоже на квартиру плюс то что есть кухня своя то что ты как бы и имеешь свой личный выход на улицу минусы тоже есть здесь шумный достаточно кондиционер плохой неинтересный вид из окна то есть там просто видно другой дом а не какой-нибудь там вид на океан например или что-нибудь такое и нет никаких таких интересных штучек типа там джакузи или какого-нибудь там большого экрана или очень хорошего как вот я был в другом номере марио там был очень хороший рабочий стол здесь просто как бы рабочий стол такой невзрачный а там оно было интересно со всякими разными какими-то какими-то разъемами для кабелей там что-то такое то есть из плюсов еще можно сказать что здесь есть камин сейчас летом нем нет никакой необходимости и нет дров но можно принести дрова и вечером сидеть как бы греться возле настоящего огня возле своего камина очень приятно может быть мы сюда вернемся зимой используем его если вернемся если будет такая необходимость или желание вот такое а такой небольшой обзор на гостиничный номер в северной Америке это США в данном случае Сиатву всем всего хорошего хорошо провести выходные если это не выходные будни то тоже хороших будни всего такого всем пока